нам возможность обрести зачастую новые смыслы какие-то в жизни. Он наш главный визионер, то есть человек с видением. И это видение зачастую гораздо дальше нашего. И у него необыкновенное чувство нового. Это чувство в большинстве случаев опережает нас. И мы даже во многих ситуациях можем не понимать какие-то его действия, какие-то его шаги, потому что он просто впереди. И только по прошествии времени мы начинаем понимать, насколько правильные и опережающие действия он сделал. И вот глядя на его социальные сети, становится непонятно, как он с такой скоростью перемещается в пространстве и времени, как будто он существует в другом, можно сказать, временном континууме, отличном от нас. И этот человек дал нам продукцию, которую уже знает и пользовало более 4 миллионов людей. И как мы можем его поздравить? Несмотря на то, что он находится с другой стороны экватора от нас, уже мы можем использовать интернет. И мы можем сегодня поздравить Дмитрия Аркадьевича с юбилеем. Для этого вы можете записать ролик на фоне какого-то ключевого места вашего города, чтобы было понятно, откуда вы поздравляете его. И выложить это в социальные сети и поставить хэштег День рождения Буряка, Дмитрий Буряк, или же Happy Birthday Буряк, Дмитрий Буряк. А в Фейсбуке мы отмечаем Дмитрия Буряка. И по этим хэштегам Дмитрий Аркадьевич сможет найти и увидеть ваши поздравления. Так что сегодня, после семинара, все можем пойти и записать, и отправить. И самое главное, мы живем в современном мире. Даже несмотря на расстояние, несмотря на разные временные зоны, мы все равно можем поздравить Дмитрия Аркадьевича, нашего лучшего человека. И сегодня, как я и сказал, будет день вопросов и ответов. Поэтому все ваши вопросы, какие-то сомнения, пишите в чат. Если я не смогу ответить на них, если кто-то из президентской команды не сможет ответить на эти вопросы сейчас, все вопросы, они будут записаны. И они будут решаться в дальнейшем. Сейчас система новая. У нас сейчас альянс Freedom Group и Vision. И чтобы, вот как сказать, чтобы технически подружились компания Vision и Freedom Group, должно пройти какое-то время, чтобы решить эти вопросы. И они решаются с огромной скоростью. Даже вот ту информацию, которую я буду давать сегодня, часть слайдов я делал еще вчера. И, возможно, они уже устарели. Я не успеваю даже зачастую вот за теми изменениями, которые происходят. Они мгновенные. И поэтому для вас сегодня важно понять схему, как теперь подписывать людей, как делать заказы в магазине. А то, что вот будут быстрые изменения, это вот смотрите. И вот каждый день вы увидите абсолютно что-то новое. Итак, начать я хотел бы сегодня с заказа, продукции и подписания в мобильной версии сессии. Но помимо мобильной версии уже существует и веб-интерфейс. Но начнем мы сегодня с мобильной версии. Поскольку это нам позволяет работать с людьми, где бы мы ни находились. В любом, абсолютно любом месте. Это мы ни к чему абсолютно не привязаны. И подписание человека может происходить. Но буквально я на самом деле буду объяснять дольше, чем это проводить самому подписать человека, находясь даже вне дома, находясь даже на улице. Это все делается мгновенно, буквально после того, как вы поймете схему. Это дело двух-трех минут. Итак, Татьяна, веб-версия сейчас меняется. Она постоянно меняется, постоянно улучшается. То, что вы видите сейчас, может стать абсолютно другим уже завтра. То, что я позавчера видел в мобильной версии сессии, вчера уже кардинально изменилось. Все меняется мгновенно. Итак, как мы подписываем и делаем заказы через мобильную версию сессии? Мобильная версия сессии. Магазин у нас находится в разделе, вот если нажать внизу кнопку «Еще». Здесь есть фактически две кнопки. Магазин и вот такая тележечка, привычная нам по многим интернет-магазинам. И уже такой устоявшийся символ магазина. Она есть во всех разделах. Она есть и в ленте, она есть и в отчетах. Верхняя плашка, она всегда одинаковая. А вот основной раздел, он меняется в зависимости от того, что вы выбираете снизу. И когда вы нажимаете на раздел «Либо магазин», либо вот на эту тележечку, у вас выползают все возможные магазины. Но сегодня мы поговорим о заказе продукции, то есть о магазине Vision. Когда мы нажимаем на магазин Vision, мы видим вот такую картинку. Мы видим подписи стран. Что это такое? Это страна, где произведена продукция. То есть мы попадаем на данный момент в российский ГОСТ. И мы выбираем продукцию по стране производства. Если же мы вот, допустим, нажимаем «Россия», то мы попадаем у нас в «Классик хит», «Директ хит» для детей, «Милленим Экстра Хелп» и «Вижен Скин Кэр». Это российская продукция, локальная продукция. Если же мы будем выбирать другие магазины, мы, соответственно, попадаем в раздел продукции, произведенные в Европейском Союзе, во Франции, в Польше. Сразу могу предвоскресить вопрос, откуда Польша. Польша – это у нас спонжи. После того, как мы нажимаем, допустим, на «Классик хит», мы можем увидеть всю продукцию линейки «Классик хит», коллекции, все коллекции «Классик хит». Если же мы нажимаем на коллекцию «Юниор», то мы попадаем в раздел «Юниор», российский, замечу. Здесь либо мы нажимаем изначально «Вся продукция», и тогда мы уже видим всю продукцию. Более того, я говорил о том, что сайт постоянно развивается, и сейчас я хочу вам показать определенные перспективы, которые будут, и которые сейчас уже есть в одном месте, но можно уже посмотреть, как это работает. Цены, да, для клиентов – это пока еще показывать для клиентов. То есть пока мы набираем, об этом я скажу, цены на данный момент не меняются. Хотя я могу уже сразу, еще раз повторюсь, я могу ошибаться, и они уже, может быть, меняются. То есть когда вы набираете продукцию, то цена вот здесь, она не будет меняться. Это клиентская цена. Но этого не надо бояться, она сменится, когда вы наберете определенное количество CV. То есть будь то 95, будь то 190, цена у вас все посчитается по правильным ценам. Скидки будут, скидки в конечном счете будут. Смотрите, есть кнопка «Поделиться». Вот сейчас я об этом и буду говорить, уже увидел вопрос. Она есть пока только на антиоксе. Что такое кнопка «Поделиться»? То есть ссылку на продукт, на лендинг-пейдж, более того, лендинг-пейдж фактически ваш получается, вы можете отправить прямо из телефона. Смотрите, что происходит. Когда вы ее нажимаете, у вас автоматом выползают все возможные способы поделиться. То есть какие у вас установлены программы, мессенджеры, почтовые программы или же в данном случае это Android, контакты. Вы можете взять и отправить этот лендинг-пейдж ваш, кому нужно. Вот я нажал, пока еще раз повторюсь, это относится только к антиоксу R. Если хотите посмотреть, заходите в магазин, идите к антиоксу R и вот нажимаете на эту ссылку и выползаете в соответствующее меню, где вы можете поделиться в данном случае это сообщение, смс, это мессенджер, это фейсбук, это ватсап. Можете заметку в Афлоке, в Телеграме, Яндекс.Почте и более того, у меня еще больше программ. Я могу перемотать и поделиться еще в других или же напрямую в ВКонтакте. Вот здесь вы видите Яковлевой Галине, я могу отправить этот лендинг-пейдж. По поводу заказа вне мобильной версии сессии я сегодня расскажу. Это все будет сегодня. Со статонарным компьютером будет сегодня. Так что не переживайте. Сейчас есть возможность заказать как в мобильной версии, так и в веб-интерфейсе. Итак, смотрите, как на примере антиокса выглядит лендинг-пейдж, который вы отправите. Здесь будет дано и краткое описание, и состав, и свойства продукта, и преимущества по непоказаниям, и отзывы, и все сертификаты. И смотрите, как это все просто, не заморочено. Ее абсолютно любому человеку можно отсылать. Она мало того, что красивая, более того, она насыщена информацией, скажем так, ровно настолько, насколько это нужно, чтобы человека не пугать научными трудами, не пугать научными лекциями о пользе продукта. А так, ровно настолько, чтобы был интерес, и чтобы понять уникальность этого продукта. Как заказывать, собственно говоря, продукцию? Вы выбираете коллекцию и попадаете в соответствующий раздел. Смотрите, вот на примере, допустим, европейской продукции Classic Heat. Вы берете и нажимаете на тележку. После того, как вы нажали на тележку, вас автоматом выкинет фактически вот в раздел «Корзина». То есть вы нажали, вы попадаете в корзину. Вот так вот выглядит, если я нажал на Multipack Classic Heat. Я тут же попадаю в раздел «Корзина», вот сверху, в каталог «Корзина заказа». В данном случае вы попадаете в «Корзину», где вы можете уже выбрать количество нужной продукции. То есть надо не на «Корзину» несколько раз нажимать, а нажали на «Корзину» и выбираете нужное количество. Да, возможно, и через «Корзину». То есть вы нажали на «Корзину», вы попали… Получается, я повторяюсь в словах, попадаете в общую «Корзину», вы можете сюда вернуться, еще раз нажать, но это по одному добавлять. Удобнее прибавлять, вот нажимая плюс-минус здесь. И вы уже можете видеть то, что Multipack – это 95 CV. И уже несмотря на то, что вот написано «515 864 рубля», итоговая цена 11 104 рубля, потому что он уже посчитал вашу скидку, он автоматом добавил. Как добавить следующий продукт? После того вот вы нажали на «Корзину», вы попали в общую «Корзину». Вы опять идете в каталог и нажимаете, выбираете уже нужные вам другие товары. То есть если вы хотите уйти из европейской продукции в другую, вы нажимаете на стрелочку и возвращаетесь обратно в общий каталог коллекции. И там уже выбираете, какая нужна вам коллекция, и там выбираете уже нужную вам продукцию. И опять же вот так вот, да, запись идет, и вы выбираете нужную коллекцию, и так набираете нужное вам количество продукции. То есть вот я сейчас прямо вернусь изначально и еще раз вот прям пробегусь. То есть это логика привычного нам компьютерного дерева, когда есть какое-то основное, это изначально мы выбираем страну производства. Следующая ветвь дерева – это мы выбираем уже коллекцию по стране производства. Или же, допустим, если мы выбираем всю продукцию, то мы уже входим по всей продукции. Но если мы хотим какую-то определенную страну, мы идем дальше. После коллекции мы уже начинаем набирать в данной коллекции конкретные продукты. Сейчас, секундочку, я бегаю по слайдам, поэтому требуется время. Мы уже набираем конкретную. И то есть поднимаясь вверх по дереву, мы выбираем вначале страну производства, потом коллекцию, потом уже набираем продукцию. Но корзина вот эта вот, это общее. Вы можете набирать из разных коллекций. У вас нет привязки к набору страны. Сейчас вот на данный момент у вас есть такая сортировка. И после того, как вы, в данном случае ассортимент, вот он зависит от, фактически, от страны производства. Поиска на данный момент нет. Но еще раз говорю, все мгновенно меняется. И даже вот мой ответ может быть сейчас неправильный. Пожалуйста, на меня не обижайтесь, если я, может быть, даже какую-то устаревшую информацию. Эта информация, ну, можно сказать, пять часов назад. Но, возможно, уже она поменялась. Поэтому следите за обновлением сессии и в Play Store, и в Google Play, и в App Store. То есть постоянно следите. Все мгновенно происходит. Я вот для себя даже вот не успеваю иногда отслеживать те изменения, которые есть. Еще позавчера вот этого CV еще не показывали. Это все мгновенно меняется. На ПК сейчас можно сделать и оплатить, Надежда. Я дойду до ПК. Я начал просто с мобильной версии. Вы, возможно, не сначала присутствуетесь. Но я расскажу, как это все сделать на компьютере. Так что не переживайте. И вот смотрите, когда вы сформировали свой заказ, свою корзину, на данный момент нет привычной нам линейки, но ждите обновлений. И как только вы набрали корзину, CV на данный момент, к сожалению, приходится либо считать самому, либо заходить в корзину и проматывать до низу и смотреть суммарное CV. И смотрите, это я вот просто прокручиваю, это вот корзина, где я прокручиваю. Это один и тот же экран, но я его на две части разложил, это длинный заказ. То есть вот скроллом вы можете увидеть весь свой заказ, итоговую сумму. И после того, как вы набрали полностью свой заказ, вы нажимаете оформить и оплатить. Следующий шаг. Шаги на самом деле для нас в общем и целом привычные. Мы и в старом магазине, мы вначале набирали, потом шли в раздел доставка, потом шли, оплачивали. В данной ситуации шаги все то же самое. Один в один. Вначале набираем корзину, может быть немного сменился интерфейс, может быть немного сменилась логика, но схема действий у нас остается все то же самое, как мы привыкли. И в данном случае мы выбираем доставку и самовывоз. Сейчас мы выбираем страну доставки, мы выбираем город, имя, набираем почтовый адрес полностью. Или же мы выбираем, теперь вот есть такая функция, она тоже раньше была, но на нее мало кто внимания обращал. Самовывоз. Раньше было закажи, забери на ТК, она же называлась. Сейчас есть прям кнопочка Сергея, на данный момент подарочные баллы и бонусные рубли, на данный момент они пока не работают, ими можно воспользоваться на складах. То есть этим пока в версии для компьютеров, будь то для компьютеров, будь то для смартфонов, пока на данный момент этого нет. И самовывоз. Самовывоз сейчас есть возможность забрать продукцию в пяти городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск и Краснодар. То есть мы забираем продукцию на пикапах. После того, как мы выбрали либо доставку, либо самовывоз, следующий пункт – это у нас общий чек. Нам показывает уже все сведено в один экран. Что мы заказываем и сколько конкретный продукт стоит, и сколько суммарно это все будет стоить, сколько итоговый заказ у нас в CV. И какой способ доставки у нас получается. И в следующий шаг мы уже попадаем, собственно говоря, на оплату. И мы можем оплатиться с помощью карты. И, соответственно, наш заказ готов. Если же доставка, сидим ждем. Если же самовывоз, едем на склад и забираем. И по поводу доставки еще на каком моменте я хотел остановиться. Смотрите, когда мы нажимаем доставку, вводим адрес и нажимаем кнопку «Сохранить», мы попадаем в варианты доставки. Есть доставка «Эконом», и здесь указывается стоимость и цена. Это вот фактически обыкновенная для нас доставка. И групповая. Слово «групповая» здесь несколько в ином смысле, немного непривычном для нас смысле. Здесь на данный момент привычный нам групповой заказ не существует. Его на данный момент нет, но он будет в дальнейшем. Здесь слово «групповая» подразумевает групповую посылку. Когда компания собирает много заказов в одно, в один общий и отправляет. Но это делает компания. Поэтому здесь время больше. Потому что пока в компания соберется какой-то один большой заказ на отправку, должно пройти определенное время. Групповой заказ будет. Так что не переживайте. Оплачивать в смысле в других банках я ваш вопрос не совсем понимаю, потому что эта оплата идет карточкой. То, что вы отплачиваете в банке открытия, будь то банк, будь то Альфа-банк, будь то Сбербанк, будь то Райфазин, и так можно до бесконечности перечислять. При оплате карточкой у вас никакие дополнительные проценты не снимаются. Доставка здесь есть, вы выбираете страну. Здесь есть много стран, это касается доставка не только в Россию, здесь много стран. Заказ на данный момент вы фактически делаете на себя. На данный момент заказ делается на тот ID, на котором сессия. И теперь давайте перейдем к разделу «Как подписать нового человека, если мы говорим о мобильной версии». Не переживайте, сейчас я предвосхищаю возможные вопросы по поводу веб-версии. По поводу веб-версии я скажу после мобильной версии, потому что логика построения, она одинаковая. Веб-версия – это фактически, ну, как вам сказать, трансляция, некая трансляция возможности мобильной версии сессии. И в веб-версии вы фактически заходите в ту же сессию, но через компьютер. То есть, и для этого сразу говорю, не обязательно телефон. Смотрите, как на данный момент подписывать человека. Когда вы заходите в сессию, есть несколько вариантов подписать человека. Если мы говорим, допустим, как вот сказать, ключевое, смотрите, вот какая, в чем прелесть сессии, если мы говорим о сессии? Это оперативность и легкость подписания и заказа. И чтобы это использовать на полную катушку, вам надо самим установить сессию. И вашего партнера нового, которого вы хотите подписать, у него на телефоне тоже надо установить сессию. И тогда подписание становится очень легким и понятным для вас и для него. Как же это делается? Смотрите, у вас вот есть вот такая кнопочка на сессии. Она есть во всех разделах. Я вот в данном скриншоте этот раздел еще, но она работает и в других разделах. Она и в ленте видна постоянно. Если вы нажимаете на эту кнопку, у вас высвечивается вот такой вот QR-код. Что такое QR-код? QR-код это в сущности зашифрован ваш ID в формате понятным для других телефонов и для других компьютеров. Очень сложно технологически, допустим, компьютеру считывать какой-то текст и так далее. Поэтому придумали QR-коды, где шифруется какая-то информация, какая-то техническая информация, в ней зашифрован шифр. Это просто спрятали ваш личный ID вот в такой картинке, которая легко и просто считывается. Нина, пожалуйста, не вешайте этот вопрос много раз. Я его прочитал, я на него ответил. Вы оплачиваете через кредитную карточку, вы не оплачиваете через банк. Причем тут банк и кредитная карточка. Вы оплачиваете своей кредитной карточкой, вы не делаете перевод. Вы оплачиваете именно кредитную карточку. Кредитной карточкой оплата, как и в старом интернет-магазине. Любая банковская карточка, будь то кредитная, будь то дебетная. Если у человека нет кредитной карточки, это либо склад, как и раньше. То есть для вас фактически, если у вас не было карточки, вы были раньше в абсолютно таких же условиях. Вы раньше точно так же, вам либо склад нужен был. И сейчас у компании появляется возможность выводить свой чек на карточку E-Payments, которую вы можете очень легко, быстро сделать и оплачивать свои заказы через нее. Но это немного не тема сегодняшнего разговора. E-Payments – это такая карточка, она фактически не имеет привязки к конкретной части мира. Она будет работать во всех частях мира. И вы можете ее использовать где угодно. И туда ваш чек будет выводиться без процентов. И это будет все легко и просто. Все. Но это, опять же, это не сегодняшний разговор. Мы сегодня говорим о магазине текущем, в котором вы оплачиваете банковской картой. Чата я не могу закрыть, потому что все-таки вопросы нам ваши нужны, нам задавать вопросы. Возможно, я не увижу какой-то вопрос, но вопросы мы записываем. Они нам важны, чтобы понимать и чтобы была обратная реакция, что у кого работает, что не работает. Потому что, поймите, я смотрю со своей стороны, я что-то вижу, что-то для меня просто, но для вас это будет сложно, и я это не увижу. Поэтому задавайте вопросы, даже если я не отвечу сегодня. Эта запись идет, и мы сможем в дальнейшем посмотреть и посмотреть, как решить данный вопрос. Итак, и мы возвращаемся к тому, чему я говорил. То есть, вот в QR-коде зашифрован ваш ID. И смотрите, когда вы нажимаете, высвечивается ваш личный QR-код. И в чем фишка, вот как я сказал, вот у вас на телефоне установлена сессия, и вы вашего нового партнера берете, устанавливаете ему сессию, запускаете на нем сессию и нажимаете у него считать QR-код. И он автоматом подписывается фактически под вас. И я сейчас говорю вот о пути через QR-код. И смотрите, как это выглядит. То есть, вот скриншот. Это я взял другой телефон и запустил на нем сессию сначала. Здесь, опять же, я нажимаю на считывание QR-кода, и я вижу то, что показывает мне, показывает, собственно говоря, камера. Естественно, телефон у вас спросит по поводу дать доступ к камере. Даете доступ к камере и наводите вот на QR-код. Телефон его считывает и понимает, кто пригласил этого человека, кто у него будет спонсор. И эту информацию уже вводить не надо. Дальше, соответственно, вы вводите телефонный номер, получаете код подтверждения проверки. И уже дальнейшие вопросы, соответственно, у вас нет. Если же вы идете, соответственно, по пути, что у вас еще спросит в сессии. Покупали ли вы продукцию, была ли регистрация. То есть, являетесь ли вы в сущности дистрибьютором, если вы идете по пути просто регистрации в телефоне. Это я сейчас уже немного в другой вопрос пошел. Это вопрос, есть ли регистрация на телефоне без QR-кода. Если вы уже являетесь дистрибьютором, вы говорите, что покупали, и, соответственно, система автоматически вас узнает. Как узнает, вот, допустим, сейчас хочу сказать о том, как система отличает уже кто дистрибьютор от того, кто не дистрибьютора. QR-код относится только уже к заключившим контракт. То есть, QR-код именно спонсора. И, соответственно, когда вы устанавливаете сессию, и в ней еще, грубо говоря, никто не прописан, контракт не заключен, сессия считывает QR-код чей-то, и под него, соответственно, подписывается. Смотрите, как в новом телефоне подписать человека без QR-кода. При вводе телефона система видит то, что человек новый, она не знает телефоны, и она его спросит, покупал он продукцию или нет. Если же он ответит, что покупал, она спросит номер спонсора, она, правильнее сказать, пропишется, а если нет, не покупал, то она спросит ID соответствующего вашего спонсора. То есть, смотрите, и еще вот я проскочил немного по слайдам. Смотрите, вы можете, если QR-код не читается, можно впрямую указать ID спонсора. Когда вы включаете, считаете QR-код, у вас спросит ID спонсора, и вы просто-напросто вводите ID спонсора, и в дальнейшем вот попадаете вот на этот раздел, покупал, нет, и номер контракта, и пароль. Если же вы хотите зарегистрировать вашего нового партнера без использования второго телефона, то вам нужно будет не QR-код вот считывать, а нажать кнопку зарегистрировать партнера. Вы нажимаете вот эту вот кнопочку снизу, то есть, это я показываю уже свой телефон, то есть, я регистрирую со своего телефона новичка, и здесь уже, опять же, те же шаги. Телефон, и приходит подтверждение на него, то есть, даже если вы регистрируете новичка через свой телефон, все-таки понадобится второй телефон в плане того, что это может быть не смартфон, но как теперь система отличает уникального человека? Система уникального человека отличает по номеру телефона. И поэтому вот если даже немного в сторону уйти, были и есть определенные накладки, когда уже действующие дистрибьюторы регистрируются в системы сессии. Сессия определяет человека по номеру телефона. Если, допустим, в старых базах номер телефона, ну, очень часто была ситуация, когда мы указывали свой телефон или же там свой e-mail в контракте своего партнера. И система может ошибаться, потому что на данный момент это продолжающийся процесс фактически, когда сессия, она берет наши базы и пытается, вот, так сказать, подружиться с ними. Ну, как ей различать человека, если там и телефоны, и e-mail общие? Поэтому есть такие нестыковки, и надо писать в службу поддержки. И вам там помогут, и иногда надо, конечно, проявить терпение, потому что, ну, нас много, и поэтому требуется определенное время на ответ. И не переживайте, все равно вам ответят. Надо какое-то время подождать, эти вопросы решаются. После того, как вы ввели в данном случае телефон, вас попросят имя, фамилию, e-mail, дату рождения, пол и сохранить. Если у вас нету каких-то разделов, смотрите, которые я сегодня вам показал, возможно, у вас не обновлена сессия, ее надо постоянно обновлять, обновления идут постоянно. То есть даже то, что было вчера, уже сегодня другое. Уже, еще раз повторюсь, даже эти слайды вполне вероятно, что устаревшие. Даже они могут быть неточные, потому что скорость изменения, она колоссальна. И даже вот я говорю, то, что я сегодня покажу, может в неком смысле не соответствовать вашим картинкам. Но схема, она общая. Вам главное понять схему, как это работает, как идти. А то, что картиночка изменится, это не страшно, вы попробуйте. Даже не бойтесь ошибаться. Ошибка для вас здесь, ну, что самое максимальное из ваших ошибок, эта сессия зарегистрируется как-то не так. Ну, будет побольше проблем, но ничего катастрофического не будет. Вы можете всегда стереть сессию и попробовать по новой зайти. И есть служба поддержки. Главное, не бойтесь делать ошибок. У вас все равно, если мы говорим, допустим, о действующих дистрибьюторах, у вас есть контракт, и он работает. И компания Vision работает. Возможно, могут быть какие-то технические нестыковки, но ничего в этом страшного нет. Всегда есть служба поддержки, всегда есть сотрудники компании, которые помогут вам решить данный вопрос. И могу сказать, даже у меня, вроде бы, возможно, даже я как-то больше других понимаю, у меня точно так же были ошибки, у меня точно так же сессия зарегистрировалась. Не на другого человека, я сказал бы, зарегистрировался. Но вот у моего спонсора Яковлева Галины в первой линии на данный момент два Яковлева Филиппа. И ничего страшного в этом нет. Я просто-напросто потом уберу этот лишний контракт и все исправлю. В этом ничего страшного нет. Возможно, потребуется время, но на ошибках мы учимся. Ничего страшного в этом нет. И смотрите, я показал, Геннадий, да, есть возможность, к этому как раз я перехожу регистрация без сессии. Итак, как регистрироваться без сессии? Эта фраза не совсем правильная. Сессия есть всегда, я бы так сказал. Сессия, просто у нее есть веб-интерфейс через привычный нам компьютер и есть мобильный интерфейс. Она приспособлена под мобильный интерфейс, но у нас в компании есть уже, можно сказать, сложившаяся среда, к которой мы привыкли, это регистрация через компьютеры. И через компьютер у нас все равно остается возможность и регистрировать новых партнеров, и покупать в магазине. На данный момент компьютерная версия, она несколько отстает от мобильной версии. Если вот говорить о продвинутости версии, на данный момент наиболее продвинутая версия сессии для Android, версия для iOS, то есть Apple, она немного отстает. И позади это веб-интерфейс. Но функционал, он плюс-минус одинаковый. Возможно, картинки, возможно, какие-то удобства немного разные, но мы точно так же везде можем подписывать людей. И так, мы переходим теперь к интерфейсу через компьютер. Наш новый сайт Vision Group, думаю, 99% из вас уже его видели. И уже мы на него попадаем фактически автоматом, если мы заходим на привычный нам магазин, нас просто-напросто выкидывает в этот сайт, теперь у нас единый сайт. У нас не будет разделения сайт-магазина, у нас не будет разделения корпоративный сайт. У нас будет один общий сайт. На самом деле это то, что давно было нужно. Чтобы не заморачиваться, все сводится к единой точке. У нас не будет множества точек доступа. У нас будет один общий сайт, он единый. И не надо объяснять людям, что магазин там, информация по продукту еще здесь. Все будет сведено в одно очень удобное место. И смотрите, на данный момент, конечно, сайт находится в развитии. Это тоже надо понимать. И вот единственное, что могу попросить у вас, это определенного терпения. И вот как человек, ну, сталкивавшись с какими-то компьютерными и техническими процессами, могу сказать, у нас колоссальные темпы. Много друзей, которые даже не с виженом, но они айтишники. Какие-то, друзья, вот работают в других сферах. Я вижу вот скорость внедрения подобных технологий и понимаю то, что мы по внедрению впереди планеты всей. Могу сказать, вот, допустим, объединение баз. Вот то, что у нас сейчас происходит, объединение базы контрактов с сессиями, во многих компаниях может длиться годами. А у нас уже работает на 95%. Это уникально. То есть, то, что мы видим, это такие темпы роста, ну, можно в пример приводить скорость внедрения и изменения, которые у нас есть. Да, может быть, какие-то шероховатости, какие-то неудобности есть, но они очень быстро отходят. И смотрите, что мы видим, когда мы попадаем вот на этот сайт. Здесь вверху будут разделы продукции. Здесь будет раздел компании, раздел бизнес. Но сегодня мы немного других разделов говорим. Мы сегодня говорим о разделах, которые нас интересуют. Это заказ продукции. Это привычная нам тележка. Это, собственно говоря, магазин. Но привычная нам тележка, сразу говорю, все-таки немного не тема сегодняшнего разговора. Это заказ для клиентов. И сегодня я, наверное, даже не буду об этом говорить. Заказ клиентов. И так же привычно это через раздел продукции. Там заказать. И здесь кинуть тележку. И надо будет только указать код. Это заказ для клиентов. На сегодня вот этот вот раздел. Это версия сейс для компьютера. То есть для веб-интерфейса. Компьютер, имея в виду понимание. Самый интерес, компьютер. Это то, что мы привыкли, как оффбук, компьютер в столе. Планшет – это тот же самый компьютер. И даже смартфон – это тот же самый компьютер. Там просто-напросто есть встроенное. И все. Это как сейчас многие аммартфоны, они в сущности даже по функционалу превосходят конкретные данности. И уже на некоторых отдельных телефонах появляется функционал, когда вы его подключаете ко внешнему экрану. И поэтому фактически он компьютер. И смотрите, что вот будет, если вот нажать этот значочек маленький. Здесь, как сказать, в сумке спряталась сессия. Мы попадаем фактически… Елена, я не говорю и про дистрибьютора. Вначале я говорил про мобильную версию сессии. Вы должны ее установить. И, соответственно, так сказать, прописаться там. С сайта мало того, что будет переводиться на другие языки, более того, я могу… Прямо сейчас открываю. Он уже переведен на много языков. Сейчас я вот посчитаю уже 9 языков на сайте. То есть не переживайте. Опять же, 3 десятый раз повторюсь. Позавчера было меньше языков. На данный момент уже 9 языков включено. Русский, английский, польский, вьетнамский, болгарский, казахский, азербайджанский, сербский и немецкий. Уже на сайте работало столько языков. И вот смотрите, я сейчас даже, Коля, немного отвлеклись. Вот правый значок – это привычное нам дерево дистрибьюторов. Так что не переживайте свою структуру. Смотрите, как уже удобно. Все в одной точке. Вы должны знать в сущности только вот этот вот адрес. Больше вам, ну, фактически нужно на компьютере. Вы знаете этот адрес. Вы с него попадаете в любую точку, куда вам нужно. Будь то в ваш сериал, будь то в ваш магазин, будь то мобильная версия сессии. Итак, если вы нажали на сессии, вы в сущности попадаете в веб-интерфейс той сессии, о которой я говорил до этого. И поэтому я говорил то, что даже у кого нет телефонов, надо послушать и уловить логику работы этой системы. Потому что в веб-интерфейсе, она один в один. Возможно, картинки немного различаются, но логика работы та же самая. Вы точно так же вводите телефон, выбираете страну и вводите телефон. После того, как вы выбрали страну, он автоматом вам даст код, вы вводите свой телефон, получаете код подтверждения. Код подтверждения, соответственно, вам нужен этот телефон в наличии. То есть система фактически проверяет телефон. И вот после того, как вы ввели здесь свой телефон, опять же, система проверяет, прописан ли этот телефон в списке контрактов у нее в базе данных. Если этот телефон не прописан, то, соответственно, вы пойдете по привычной схеме подписания нового контракта. Она спросит, покупали, не покупали. И, соответственно, два варианта. Вы указываете ID вашего спонсора, либо его телефон. То есть вот опять наглядно смотрите, показывая, система, как различать людей. Либо ID, либо телефон. Два ключевых параметра, которые она смотрит у себя в базах. И по этим двум ключевым параметрам она как раз и понимает, собственно говоря, это пришел уже действующий дистрибьютор или не действующий. Или же, соответственно, при подписании контракта. Марина, свой вы указываете. Я сейчас, Марина, смотрите, я сейчас говорю со стороны, как это выглядит со стороны вашего нового партнера. То есть вы смотрите не своим взглядом, а со стороны вашего нового партнера. Поэтому она и спрашивает нового вашего номера ID или email, или телефон, извините, телефон или ID спонсора. Это когда новичка. Когда вы указываете свой номер, система понимает, что вы уже действующий дистрибьютор. И вы вводите, соответственно, уже свой, собственно говоря, этот телефон. Смотрите, если система видит, что вы, правильно сказать, вы отвечаете, что вы уже дистрибьютор. Она спросит ваш номер контракта и пароль доступа. Или же, опять, можно здесь то же самое, как и в мобильной сессии, зарегистрировать новичка. После того, как вы попадаете, после того, как вы либо зарегистрировались, либо вошли в каких-то дистрибьютор, вы фактически попадаете... Телефон указывается в формате, привычном нам. Там вначале вы вводите страну и вводится код. И дальше вы уже вводите код телефона. И ваш телефон, и на этот телефон приходят подтверждения. Наталья, когда вы входите, я вижу, что у вас уже квалификация есть, соответственно, вы действующий дистрибьютор. Почему вас не спрашивает номер гаранта? Да потому что система уже знает. Она уже определила вас, зачем ей спрашивать, если она знает, собственно говоря, ID вашего спонсора. И смотрите, что вы видите, когда вы попадаете, собственно говоря, в веб-интерфейс сессии. Вы фактически все те же самые разделы видите. Вы видите ленту, вы видите магазин, вы видите отчеты, вы видите раздел «Моя сессия». На данный момент, вот еще раз повторюсь, веб-версия, она немного отстает. Она была сделана, можно сказать, персонально для нашей компании. То есть она исключительно для нас. Поэтому она сильнее всего, ну, можно сказать, отстает. И в каком-то функционале, в каком-то удобстве она немного позади. Но она точно так же постоянно развивается. И надо просто набраться терпения и подождать, когда будет весь функционал. И будет функционал, замечу, привычный нам. Все будет работать так, как мы привыкли. Просто набраться терпения. И самое главное, что у нас сейчас уже есть возможность заказать продукт на себя. У нас есть возможность подписать человека. То есть процесс не встает, самое главное. И есть какие-то нестыковки, есть какие-то трения. Но мы уже можем, в сущности говоря, работать. И смотрите, здесь есть и лента, и привычный нам магазин. И как мы заказываем здесь продукцию. То есть мы нажимаем кнопку «Магазин» и дальше еще раз нажимаем вот эту вот кнопочку «Магазин». И мы, собственно говоря, и Геннадий, что такое подписать без сессии? Вы в сущности подписываете, как мы раньше подписывали. Мы же заходили на сайт компании и заполняли форму и подписывали. Сейчас все фактически то же самое. Вы заходите на сайт и через сессию у вас даже может не быть мобильной версии. У вас будет сессия только в таком виде, как я сейчас показываю. То есть вы можете даже не устанавливать на телефон, но вы много чего потеряете. То есть вы на телефоне, если не установили сессию, вы теряете просто большую долю возможностей того функционала, который есть. Вот и все. Но вы точно так же можете через компьютер подписывать людей. Но у вас уходит возможность мгновенного подписания людей. Вы это теряете. Потому что когда есть сессия на мобильном телефоне, чтобы подписать вам человека, это нужно в зависимости от скорости набора, наверное, от трех до пяти минут. Вы убираете возможность остыть у человека. С такой же скоростью вы можете сделать заказ. Здесь же вам возможности привычные. Через немного другую логику, но сама возможность, она остается, она никуда не девалась. Смотрите, если мы опять же продолжаем про магазин, все те же самые разделы. Магазин вижен, корзина, заказы. Все это точно такой же набор. На данный момент он не самый красивый, вот вынужден признать. Здесь, когда я делала скриншоты, еще не писала себе. Понятное дело, это все будет. Точно такая же кнопка в корзине. Это вот к вопросу о том, о скорости развития. Вот примерно так мобильная версия выглядела еще позавчера. И смотрите, вспомните, как она выглядит сейчас. Я даже вернусь на этот слайд, показать ту разницу в три дня, которая есть. Вот я вернулся на слайд. Три дня назад вот это все выглядело примерно как веб-интерфейсе. А сейчас все развивается, все не стоит. И функционал, смотрите, все то же самое. Кнопка в корзину, цена, корзина, заказы. Если же мы идем дальше, переходим в корзину, все то же самое. Наша корзина. Итого. Видим количество, можем удалить. Единственная разница, пока нету кнопок плюс-минус. Соответственно, мы, если нам надо количество, немного неудобно, несколько раз нажимаем корзину. Цена указывается клиентская, но не бойтесь, система пересчитает. То есть, когда вы будете оплачивать, вы оплатите по дистрибьюторской цене. Этого не надо бояться, когда вы перейдете к оплате. На данный момент единственное, конечно, неудобно, в плане того, что вы не можете и сложно посчитать CV. Но, опять же, я специально показал, как выглядит сейчас мобильная версия и показал ту разницу в три дня. Немножко надо набраться терпения, и будет и привычная CV, и линейка. Все будет то, как мы привыкли. И все мы будем. И смотрите, когда мы идем дальше, здесь то же самое. Доставить по адресу, забрать в офисе. Точно так же выбираем страну доставки. Стран здесь, я даже не считал, но огромное количество. Вы просто зайдите и увидите то, что здесь не только Россия. Что я проверил? Я проверил доставку в Германию. Доставка в Германию есть. Вот, смотрите, все один в один, как и в мобильной версии. Все те же самые разделы выглядят по-другому. Но логика управления один в один. Страна, имя, регион, город, индекс, улица, дом. Все один в один. И выходим, но также на ту же самую оплату. И не бойтесь то, что пишет банк открытия. Это, так сказать, оператор оплаты. Вы же, когда, смотрите, вот вы берете, когда кредитную карточку, идете в магазин, вы же не смотрите, чей терминал стоит. Будь то, я говорю, допустим, России, будь то Сбербанк, какой-нибудь московский кредитный банк. Да я не смотрю на это, мне на это все равно. Я отдаю карточку, у меня списывается та сумма, которая указана в чеке. Здесь все то же самое, только через веб-сейс. Оплата, да, Юлия, пока только в рублях. Надо подождать. Все будет на данный момент. Вот есть только такая возможность. Доставка за рубежи есть. По поводу путей доставки я вам не могу сейчас дать информацию. Но вот еще раз повторюсь, все вопросы, на которые я не ответил, идет запись. Все вопросы фактически запоминаются. И в дальнейшем мы, эти вопросы, можно сказать, уйдут наверх тем людям, которые решают эти вопросы. И это все будет решаться. Так что вот не надо бояться этих всех изменений. Все будет так, как мы привыкли. На данный момент что вам нужно? Вам нужно установить сессию на ваш мобильный телефон и взять, поэкспериментировать. Ведь на самом деле, дойти до этапа оплаты, вы можете совершенно спокойно. Для вас это, грубо говоря, просто тренировка. После того, как вы установите, будь то мобильную версию, или же зайдете через веб-интерфейс, вы можете потренироваться по поводу заказа продукции. Планально вот берете, заказываете, доходите до этапа оплаты и пробуйте. Если даже вам не нужна продукция, просто в виде тренировки дойдите до этапа оплаты. И не оплачивайте. То есть вот для тренировки совершенно спокойно вы можете пройти весь этот путь, о котором я вам сегодня рассказывал. вывод и, собственно говоря, вот дойти до этапа оплаты, набрать себе корзину. Этап оплаты – это и есть тот момент, который, так сказать, ключевой. Если вы дошли до этапа оплаты и все в порядке, значит, будет все в порядке. И, значит, вы просто в дальнейшем пройдете вот этап оплаты с номером карточки, вот со всеми этими данными, нажмете кнопку «Оплатить» и просто подождете и получите свой заказ. Заберете свой заказ, если вы выбрали самовывоз. Так что вот, что вам нужно, это просто потренироваться. Карта мира – не вижу никаких проблем. Более того, Нина, вы, если сейчас посмотрите вот на этот слайд, вы увидите здесь и визу, и мир, и мастер-карт. То есть с этим вообще нет никаких проблем. В веб-версии, да, на данный момент нету CV. Но опять же, я, возможно, вам привираю, потому что я ориентируюсь на то, что было в тот момент, когда я делал слайды. И, возможно, уже и считать CV. Я не могу вам сказать время, но скорость, со своей стороны могу сказать, поражает. Любой картой, еще раз говорю, то, что привязка какой-то конкретной карты нету. Какая карта у вас, какой банк вот здесь, не имеет значения. Вы никогда не выясняете, с какой картой идете в какой магазин. Вы приходите и оплачиваете просто. Вы в реальной жизни никогда не задумываетесь. Вы думаете, когда карта... Какая карта у вас касается? Это касается, когда у вас идут какие-то внутренние переводы или переводы каким-то другим людям. Но это не касается оплаты за товары. На другой ID, при условии, то, что у вас практически есть доступ к чужой сессии. На данный момент так. Групповой заказ, еще раз повторюсь, будет. Надо подождать. Это, можно сказать, новая функция для Freedom Group, поэтому нужно время. Точно так же надо понять, сейчас Альянс и компании друг к другу привыкают. Во всех компаниях были разные возможности в плане заказа товаров. И это надо сейчас, пока компания, ну, можно сказать, притирается друг к другу в этом Альянсе. Нам надо просто ждать, пока это все устаканится. Но какие-то моменты, они есть. Вы можете подписывать людей, вы можете делать заказы. Если вашим новичкам сложно сделать заказ через сессию, то вот для этого мы и проводим сегодня урок. Надо просто через их телефон установить сессию и запустить ее, и сделать заказ. Вот и все. И еще раз напомню, то, что все, да, надо всего лишь пройти. Это страшнее выглядит, чем есть на самом деле. Сейчас я практически уверен, что у большинства людей есть смартфон. Возможно, были трудности. Да, я уже помогал людям и видел то, что эти трудности, они, как правило, технические. Но постарайтесь найти в своем окружении людей. Ну, если, допустим, вот прямо говорить, для вас сложно какую-то программу установить. Ну, найдите, как правило, это более молодые люди, которые вам установят эту программу. Потому что с тем, что я сталкивался, невозможность установки, допустим, программ, да банально память забита у телефона. Найдите человека, который понимает, так сказать, сигналы и то, что говорит ваш телефон вам, и поможет вам установить телефон. Уже не раз и не два видел забита память телефона. Кто-то фотографирует, фотографирует, снимает, снимает. И у него, допустим, не знает, как скачать с телефона все эти фотографии, сбросить и освободить память. Поэтому сессию у него не получается установить. Это все технические вопросы, которые, ну, в рамках сегодняшнего семинара я не в состоянии решить. Потому что их будет миллион и маленькая тележка. Это вот найдите людей, которые в вашем окружении помогали вам, допустим, запустить телефон, установить программу. Возможно, эти функции зачастую помогут для установки программ. Можно иногда дать вам в магазин. Там за какую-то небольшую деньгу вам помогут установить программу. Подскажут, что сделать, у кого с этим сложно. Если нет, вот поблизости каких-то друзей, знакомых, которые вам помогут это сделать. И вот главное, вот, вам пройти этот путь. И после того, как вы, так сказать, научитесь пользоваться телефоном, ничего не будет сложного. Я думаю, для многих из нас, вот, даже я себя вспоминаю, довольно непривычен был переход, скажем, даже не от кнопочных телефонов, от телефонов классических к смартфонам. И для многих, к сожалению, до сих пор еще существует определенная логика пульта, когда мы нажимаем на привычные нам кнопки. Но функционал нынешних телефонов, он ушел существенно далеко. Это фактически, в сущности, компьютеры. Но, опять же, мы можем, так сказать, не уходить дальше логики пульта. Мы умеем звонить, мы умеем пользоваться мессенджерами. Но нам надо всего лишь научиться еще нажимать кнопки в сессии и установить. Возможно, для вас тяжело установить. И еще чему надо научиться, это обновлять программу, поскольку меняется часто программа, и она постоянно обновляется. И еще вопросы. Ну, давайте я, наверное, сегодня по поводу вопросов. Я сегодня закончу. Вы можете писать любые вопросы в чат. Запись ведется. И запись будет фактически всех вопросов. Скидки все работают. Не бойтесь этого. Из-за того, что на данный момент компьютер может писать не ту цену. Когда вы придете на оплату, цена будет правильной для вас. А сейчас я бы хотел отдать микрофон Маврикию. И готовьте ваши ручки. Готовьте ваши диктофоны. Сейчас будет связь Маврикин. И вы получите самую горячую, самую свежую. Горячую, можно сказать, в смысле, то, что это остров. Горячий остров, он находится с экватором. И горячей информацией вы получите из первых уст. Вы получите информацию от советников президента. Вы получите информацию от президента Тим. И президент Тим уже встречалась и с Нареком. И с Дмитрием Аркадьевичем. И я отдаю микрофон Маврикию. Единственное, сразу прошу всех дистрибьюторов, аккуратнее не нажимайте микрофон. Потому что доступ для всех. И, пожалуйста, сейчас будьте аккуратнее с кнопкой микрофон. Итак, Маврикии на связи. Маврикии на связи.